Наш путь на самый дальний юг Италии проходил по воде. А именно, мы пересекли Адриатику на большом-большом пароме. Спустя два года мы возвращаемся в Италию. И первая точка маршрута – город и порт Бари. Если коротко, то известен Бари благодаря храму, где по легенде хранятся мощи святого Николая Ликийского, которые хитрые барийцы вероломно выкрали у ликийских монахов. О привлечении туристов они думали уже тогда. Второй пункт – удивительный городок Альбера-Белла. Включен в наследие ЮНЕСКО и уникален своими белыми домиками с круглыми крышами. Трулла. И аналогов они в мире не имеют. Привет вам из Италии. Желаю вам пить вкусный кофе, кушать вкусное мороженое. Вот. Иметь возможность зарабатывать на все это. И не иметь никаких границ вообще. Чтоб вообще границ не было, чтобы люди друг друга любили и ездили где хотели. А дальше – знаменитый порт Бриндизи, куда приходят паромы из Греции. И именно там заканчивается та самая Аппиева дорога, начало которой находится в Риме. И вот, миновав Бриндизи, я добралась до того самого каблучка. Городок Марина де Люка, гавани с катерами, красивый белый маяк на мысу, берега, изрезанные гротами и точка слияния Адриатического и Ионического морей. И при этом спокойный, уютный и без хаотичных туристических толп. Прозрачность воды ниже, чем в Эгейском море, но это Италия. Кого интересует прозрачность воды? Памятник подводному танцору. Это волна излечет. Вот они, недра Примитива де Мандурия. Мы сейчас находимся в сердце, буквально в месте рождения Примитива де Мандурия. Это Мандурия, а это музей Примитива. Дальше Мандурия. Столица виноделия, связанного с одним из самых известных сортов винограда. Примитива де Мандурия. Город, полный пиццерий, баров и энотек. И я кофеман в сердце Алка-Сити. Дальше Мандурия Матера – аутентичный итальянский городок на местности, где цивилизация существует современной элитой. Известно Матера своими пещерными жилищами, выдолбленными в скалах, где итальянцы многие поколения жили целыми семьями вместе с животными до середины 20 века. То есть, если бы моя бабушка была итальянка, она вполне могла бы вырасти в пещере. Дальше мы едем на север, к очень историческому и очень туристическому побережью. Это, конечно, Неаполитанский залив, Помпеи, Амальфитанское побережье и остров Капри. Помпеи. Не знаю, стоит ли рассказывать о городе, который не нуждается в представлении. Просто смотрите. Я стою на улице, когда я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Это город, который ведет к центру города Помпеи. Без сомнения, это грандиозное сооружение, которое помогает историкам понять, каким образом, в общем-то, вообще были построены эти города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Загнанный зверь, раненый раб, Еще секунда и скажет, убей перст императора. После Помпей мы решили скататься на море поплавать. Завораживающие живописные виды со скал на город Соренто и остров Капри. Посмотреть можно, но море и пляжи со стороны Неаполитанского залива не самое лучшее, что продиктовано рельефом местности и высокой плотностью заселения. Вообще, мне интересно, где нырял тот самый Умберто Полицари? Тут же вода, сплошной мутняк. В следующий день Неаполь и Национальный музей археологии, на который у меня ушло около восьми часов времени. А потом прогулки по неаполитанским улицам и желание посмотреть хотя бы самые центральные достопримечательности. Их в Неаполе очень много. Лично мне Неаполь напомнил Стамбул по своей нескончаемой движухе. Решила приодеться. При бараклице решила. Абразита. Что так доказывает, что динозавры существовали и инопланетяне тоже существовали. И они пытались захватить землю даже в виде древнего Рима. Вот он, все, он прилетел к нам. Это тебе галерея Умберто Первого. Однако, сейчас Стамбул выглядит почище. О, типа подводная лодка. У-у-у-у. Погрузились ниже уровня моря. У-у-у-у-у. Так, прикольно. Самый интересный пункт на нашем пути, конечно, национальный парк вулкана Везувий. Тот самый Везувий, который давал прикурить Помпеям. Веду свой репортаж фактически из самого жерла вулкана Везувий. Вулкан, кстати говоря, действующий. Поэтому, если вы смотрите это видео, то значит, что он сегодня не проснулся. Хотя может, потому что просыпался не так давно. Да, и сейчас покуривает, периодически выпуская клубы пара из трещин. Курение вредит вашему здоровью, как вы помните. Но лично моему здоровью Везувий пошел на пользу. Ибо это был интересный и несложный горный поход. С удивительно красивыми панорамами со склонов. А возможность заглянуть в самое жерло вообще уникальна. От Везувия к острову Капри. Раскрученный, супер туристический, супер дорогой и просто красивый остров. Сложно поверить в то, что я на острове Капри. Никогда не думала, что я здесь окажусь, но всегда мечтала. Вообще, это голубая мечта многих. Тяжело было сюда добираться. Вначале самолет, потом на машине, Потом опять на машине, потом на пароме, потом опять на машине, потом опять на пароме. И снова на мотоцикле. И только сейчас, преодолев все это, я попала на остров Капри. Скалы, гроты, скутеры за 75 евро в сутки. Мороженое с кофе за 15 евро. Бокал Лимончелло на 17 евро. Итак, остров Капри. Голубая мечта многих. Здесь, пожалуй, единственная чистая вода на побережье. Сейчас я пойду нырять. Двухчасовая экскурсия, читай очередь в гроты, На двоих за 200 евро. И очереди, очереди, очереди. Поэтому, если поедете туда летом, то Первое, берите скутер. Второе, едьте на пляж у маяка и отдохните там. Третье, после пляжа отправляйтесь на фуникулер. Подъемник открытый. Позволяет обозреть духозахватывающие виды. И под вечер нет очереди. За остальным же, едьте на Капри зимой. Мороженое на Капри. Очень вкусное. Мента. Мятное мороженое. Со вкусом жмачки. Очередной день Был почти безостановочно проездным. Почему? Потому, что летом на Амальфитанском побережье Машину парковать просто негде. Так забавно ехать По такому чисто попсово-туристическому городу Слушать финский металл. О, смотри, Спартак. Сто процентов Спартак. Продолжение следует... так мы проехали позитана красивый киношный городок с разноцветными домиками на скалах мы проехали тот самый пляж у моста фурора встать там негде лечь тоже мы проехали собственно сам амальфи вот какой город резиновый а вы все про москву и чудом нашли место для парковки уже в самом конце побережья рядом с солерно искупались в морке отдышались на пляже напоминающим сочинский где африканцы продавали очки брелки и наверное чучелу вот мы и добрались до позитана побережье амальфи можно только проехать мимо стать здесь вообще негде но издалека очень красиво очень красиво на скалах стоят все как на картинке как открыточка а а а а а Девчонки 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 и поехали скорее отсюда на восток туда где поля холмы и вдали белые скалы адриатики ночевали в средневековом городке борга среди холмов полных ночного ветра отель типа бэден вайн можно почувствовать себя виноделом а утром попить кофе и покормить котиков личный завтрак на природе и венца у хозяина тоже прикупили и я его однозначно советую название рока зомби вообще город на вершине холма тоже непросто такие средневековые поселения носят название борга вот я герцог до работайте работайте пока солнце не сядет и еще немного после того как она сядет городки открыточные с маленькими мощными брусчаткой улочками черепичными крышами обязательно замком феодала костелом где играет орган а туристов тут очень мало напоследок перед паромом вернулись кадриатики белые скалы и сосны полные солнца и пение цикад это национальный парк гаргану вода тут чистая здесь чистота моря почти наравне с и гейским и такой же невероятно бирюзовый цвет воды пока пока парень мы снова на пароме пересекаем адриатику и движемся на восток